Всем привет! Сегодня я хотела бы поболтать с вами. Вы задавали мне вопросы в инстаграме и сегодня я с удовольствием отвечу на некоторые из них. Поехали! Расскажи про операцию. Я тоже недавно сделала абдомина. Как реабилитация? Было очень много вопросов по поводу операции, которая была у меня 5 месяцев тому назад. Я зашивала свой диастаз, то есть у меня было расхождение прямых мышц живота после второй беременности, которая была 100 лет тому назад. Но я узнала о своей проблеме совершенно случайно. Спустя много лет у меня дико болела спина. Я пошла к реабилитологу и мне сказали, что мадам, у вас проблемы не со спиной, у вас не работают мышцы живота. Они разошлись и не сошлись после второй беременности. И у меня тоже появилась грыжа, о чем я, конечно же, не знала. И мне посоветовали обратиться к хирургу. И вы также интересуетесь, как узнать, что у вас там есть диастаз или нет. Это определяет хирург. Можно и самому как-то прощупать, но я так и не поняла, как это определяется. Я была у нескольких хирургов. Я решилась на операцию, но у меня не было классической, наверное, абдоминопластики, когда полностью разрезают от бедра до бедра живот. Я решила сделать более лайтовую версию, потому что мне сделали надрез только в области пупка. Вот такой, как полумесяц, да, только перевернутый. И также я делала небольшую пластику живота, потому что после второй беременности у меня растянулся пупок. Я хотела его скорректировать, убрать лишнюю кожу немножко, именно в области пупка. Но мне не вырезали кожу вот именно живота, ничего не натягивали. И у меня это прошло таким образом. Мне сложно сказать, насколько я довольна или нет. Самое главное, что мышцы моего живота работают. Конечно, это не произошло по щелчку пальцев, потому что я проходила длительную реабилитацию. Мне нельзя было толком заниматься там 4 месяца, наверное, спортом. Вот только какая-то нагрузка для того, чтобы активировать мышцы живота, чтобы они работали и держали коросеты. Когда у тебя работает и спина, и живот, то, конечно же, нет такой, знаете, перенагрузки на определенную часть организма. И тьфу-тьфу-тьфу, но пока что у меня не было никаких проблем со спиной, все нормально. Операцию я перенесла в принципе окей, но она была сделана в достаточно стрессовый для меня период. И мне кажется, что это достаточно сильно негативно сказалось на моей нервной системе. Все-таки наркоз это в первую очередь нагрузка на нашу общую нервную систему. Но у меня не было выхода, я уже тоже не хотела ждать. И в принципе было, наверное, даже легче, чем я ожидала. Я нормально переношу боль. И мне сказали, что это была более легкая версия, чем такая классическая абдоминопластика, когда тебе полностью перерезают все мышцы живота, зашивают, да, еще и вот такой шов. Когда у тебя кесарево было изначально, а я рожала натуральным путем два раза, кесарево у меня не было. Когда изначально было кесарево, то имеет смысл сделать вот эту классическую абдоминопластику и потом получить идеальный животик. Мне не убирали лишнюю кожу со всего живота. И поэтому визуально я не могу сказать, что это как-то хорошо сказалось на моей фигуре. Потому что все-таки после двух беременностей и после того, как живот так долго не работал, как положено, у меня, ну, не красивый пресс, можно сказать. Он такой дрябленький. Но я надеюсь, что я уже восстановилась. Залечу свою ногу, вылечу точнее. И смогу вернуться к нормальным активным тренировкам. И тогда как-то подтяну немножечко живот. И также планирую сходить на разные косметологические процедуры. Если есть какие-то рекомендации, пожалуйста, поделитесь со мной, чтобы повлиять на упругость кожи, чтобы кожа была такой более плотной и подтянутой. Что касается шва, то в последнем влоге я вам говорила, что я ездила к врачу. Мне его вырезали и перезашивали. Но это уже не в глубоких тканях. Он частично зажил красиво. Такая тоненькая ниточка, буквально незаметная. А часть до сих пор была синюшно-красная. И он некрасиво как-то, знаете, так укладывался, назовем это так. И мы приняли решение, что мы вырежем это. У меня снова 16 швов, но это уже на уровне кожи только. Не где-то там глубоко, поэтому особо каких-то болевых ощущений у меня нет. Также через 2 недели мне будут колоть стериды, чтобы точно все зажило. Стериды по-польски, стероиды, наверное. И на этом я остановлюсь. Я больше не хочу ничего делать. Вот как заживет, так заживет. Тут главное, чтобы все было в порядке с мышцами. А визуальный какой-то аспект я оставлю в покое. Нет предела совершенству. Пупок у меня такой, как я хотела. Очень аккуратный и маленький. Все нормально, это мне скорректировали. Но вы понимаете, тут невозможно иметь какие-то претензии к врачу. Потому что каждый организм индивидуален. Я видела ее работы и с крупными швами, и с маленькими. Причем в реальной жизни видела они на фотографиях. И все было в порядке. Почему у меня так произошло, сложно сказать. На это могло повлиять много факторов состояния моего организма и здоровья в целом. Поэтому я тоже, знаете, где-то поняла для себя, что любые хирургические, пластические вмешательства не по здоровью. Это не совсем, наверное, для меня у меня нет какой-то особой нужды это делать. Я ничего не имею против пластики. Я не знаю, что мне может стукнуть в голову через 10 лет, и я там сделаю себе круговую подтяжку. Но просто, вы знаете, настолько сложно предвидеть какой-либо визуальный именно результат, эстетический. И то, что красиво выглядит на вашей маме, подруге, знакомой, знакомой, не факт, что у вас получится так же. И вот даже посмотрите на других девочек-блогеров, которые, например, ложатся на операцию и делают нос. Кто-то сделал, и всё красиво. Но очень многие переделывают носы, грудь и так далее. И у всех разные на это причины. И я вот тоже поняла для себя, так как я сказала, что это не для меня игры в вот эту эстетику, причём с непредвиденными последствиями. Да, врач может что-то там обещать, но вот правда, ты никогда не знаешь, как это сложится конкретно у тебя. А с лицом я вообще боялась бы, что это делает там. Наверное, мне сложно это понять, вот когда кто-то живёт и всю жизнь мечтает исправить свой нос. И он делает это, он готов идти на все риски. Или кто-то мечтает там о груди, такой, как была раньше, или в принципе о размере побольше. Или наоборот поменьше, у него там болит спина, у неё болит спина от большой тяжести, от большой груди. И это сложно прочувствовать, это должно быть личное решение, не навязанное кем-то. И каждый решает для себя. А живот, ну вот пусть такой будет, как есть. Нет каких-то планов его ещё дополнительно переделывать. Главное, что я здорова, и будем работать с тем, что имеется. Потому что наркоз я перенесла плохо, и реабилитация длительная, и нет у меня такого пунктика какого-то эстетического в голове, что вот мне нужен идеальный живот любой ценой. Поэтому оставлю в покое. Как будет, так будет. Я сделала всё возможное, я вложила уже в эту вообще всю историю столько силы, здоровья и денег, что главное мышцы работают, и на этом я остановлюсь. Как ваши дела с польским гражданством? Решились ли его оформлять? Я живу в Польше уже очень давно, больше 15 лет. У меня есть все основания для того, чтобы получить как вид на жительство, так и гражданство при моём желании. Потому что я нахожусь здесь легально, я заканчивала институт здесь, я знаю польский язык, я работаю, плачу налоги, у меня дети поляки, муж поляк, у меня здесь есть моё имущество. И я никуда не выезжала на длительное время, то есть я всё это время находилась здесь. И вы знаете, если раньше у меня был вид на жительство, я думала, ну какая разница, у меня есть в основном все права, такие же, как у поляков, кроме того, что я не могу голосовать. Я думаю, зачем мне голосовать? Типа, мне и так нормально, причём были моменты, которые меня останавливали перед получением гражданства, потому что в Украине двойное не разрешено, и поэтому мне пришлось бы отказаться от украинского, если бы я получала польское. Пока что я не подавала документы, но как бы случай у меня, скажем так, беспроигрышный. Только ответ «да» должен был бы быть. Но сейчас я вот думаю, что всё-таки я живу здесь, здесь живут мои дети, и мне не всё равно, что здесь происходит именно в политических каких-то кругах. Я хотела бы иметь право голоса, и кто будет мэром Кракова, и кто будет заседать в парламенте и так далее. Поэтому, вы знаете, раньше ты был вроде как вне политики, и там будь что будет, а сейчас я понимаю, что здесь демократия, и я хотела бы тоже выражать свою гражданскую позицию путём голосования, и влиять на то, как я живу здесь, будут жить я и мои дети. Поэтому это дело не только паспорта какой-то, вот знаете, бумажки, грубо говоря. Хотя польский паспорт считается одним из самых лучших в мире. С ним можно много куда ездить без визы. Он, по-моему, входит даже в десятку самых таких удачных, назовём это так, в мире. Даже в Америку можно без визы. Много-много куда. Но самое главное и основное это то, что я хотела бы иметь право голоса, потому что быть вне политики уже не проходит, и политика касается каждого. Слышали ли вы об истории в Казахстане с девушкой Салтанат? Конечно, слышала, несмотря на то, что она так активно не обсуждалась и не освещалась. В Польше у нас там несколько раз, наверное, появились статьи. Во всяком случае, я не так часто встречала их в польских СМИ и у польских блогеров, но я могла что-то пропустить. Но лично я следила, и я считаю, что это огромная трагедия. Если вы не в курсе, то вообще даже для общего развития стоит посмотреть несколько роликов, что произошло в бывшей премьер-министр экономики Казахстана, который ранее был осуждён за коррупцию. Издевался над своей женой на протяжении всех их отношений и в конечном итоге избил её до такого состояния, что она умерла, он убил её. И после этого он ещё и долго не вызывал ей скорую, звонил к гадалке. И говорят, что ещё и пытался заметать следы. Я смотрела, конечно, не все судебные заседания, но абьюз — это страшная тема, и я, конечно же, на стороне потерпевших. Я прекрасно понимаю, почему она не уходила из этих отношений. Те, кто не знает, что такое настоящий абьюз, кто такой нарцисс или психопат, я не психиатр, не психотерапевт, чтобы ставить какие-то диагнозы, но лично я тоже интересовалась этой темой, и мне кажется, что он был психопатом или нарциссом как минимум. Это жуткие манипуляторы, которые не сразу начинают убить свою жертву. Это, знаете, как затягивание в сети. Это очень часто и психологическое над жертвой. Это такие созависимые отношения, когда жертва не может просто так из них уйти. И мало того, это часто ещё сексуальное, это экономическое, то есть финансовая зависимость, именно поэтому я считаю, что каждая женщина должна иметь свой заработок, чтобы ни в коем случае не зависеть вообще ни от кого. И также вот нарцисс или психопат постепенно наращивает своё насилие над жертвой. То есть он постепенно прогибает её, проламывает, если хотите, её личные границы. То есть тут нахамил, прошло, окей, двигаемся дальше, но изначально всё начинается очень красиво, как будто ты вообще выиграл какой-то лотерейный билет, они так красиво ухаживают, говорят, они тебя боготворят, кружат и очень быстро затягивают свои сети. И ты даже не замечаешь, что ты в такой патологии. И потом, когда появляются первые звоночки вот этого оберега, оберега, ты думаешь, ах, это там по пьяни. Или, ах, у него проблемы на работе, он меня нахамил. Сначала он даже может извиняться, потом он не извиняется, он идёт дальше. И за каждым разом это будет всё больше и больше в сторону жертвы. И когда она уже будет проглатывать многое и чувствовать себя при этом виноватой, потому что он её очень жёстко обрабатывает, или женщиной тоже может быть и жена, и мать, и нарциссы, и психопаты — это не только мужья. И вот, к сожалению, да, некоторые люди способны на такое или над вторым человеком, что буквально отнимает у него жизнь. Это очень страшно. И, к сожалению, просто так выйти из таких отношений невозможно, потому что жертве внушают то, что это её вина. Она постоянно пытается над собой как-то работать, но ничего не меняется, потому что виновата не она. Говорят, что не каждый человек попадает в абьюзивные отношения. Те, у кого нет проблем с самооценкой, комплекса хорошей девочки, нет проблем с личными границами, они ещё на начальном этапе отсекают всех этих абьюзеров, нарциссов и психопатов. То есть должен произойти определённый матч. Абьюзер — жертва. И самостоятельно вырваться из таких отношений, тем более без ущерба для себя, для своей психики, возможно, даже дальнейшей жизни просто невозможно. И даже если кто-то близкий пытается тебе помочь, то это не всегда получается тебе самому необходимо осознать, что ты в таких отношениях и уходить. Такие люди не меняются. Посмотрите хотя бы несколько видео на тему нарциссизма, на тему психопатов. Пока ты не побываешь в этом, пока ты не увидишь какой-то наглядный пример, возможно, мама и папа были как раз в таких патологических отношениях, и для общего развития вообще стоит узнать, что это такое и насколько это опасно. И что касается Польши, в Польше есть закон о домашнем насилии, и если вам интересно, как это работает, любой человек может написать заявление на обидчика, причем как за психологическое наиболее, ну и все остальное, что я перечисляла ранее. И полиция или там социальные службы не имеют права не принять это заявление, потому что это может закончиться таким просто плачевным исходом, как в случае салтанат. И они тоже должны провести расследование. Если это угрожает твоей жизни, то там, не знаю, мужчину или женщину в этих отношениях могут насильно выселить и запретить каким образом контактировать с жертвой, то есть это приближаться на какое-то там расстояние, звонить и оказывать какое-либо влияние. Мало того, если это, например, мужчина-женщина, но в семье есть ребенок, вы, например, там проживаете с мужчиной в его квартире, его могут выселить из его же квартиры, но вас оставят там с ребенком, по-моему, где-то месяца на три. В Польше есть горячая линия, куда можно позвонить, есть шелтеры, куда можно отправиться, если вам нужно срочно сбежать. Это наказуемо по закону, за это реально есть статья, и это все работает. Что-то еще? Да, если вы знаете о том, что кто-то подвергается наиболее, но ничего не делаете, никого не оповещаете, то есть вы знаете, что, например, ребенка обижают в семье, или там жена как-то колодит мужа, или мужчина, наоборот, колодит женщину, вы обязаны оповестить полицию или социальные службы, иначе вы тоже несете уголовную ответственность. Если ребенка обижают в семье, и мама об этом прекрасно знает, ничего с этим не сделает, то она соучастник, и она будет наказана достаточно сильно по польским законам. Также могут назначить надзирателя, это будут и социальные службы, и полиция, которые будут приходить и проверять, какая обстановка дома, это может быть и судебный куратор, и такой закон в Польше есть, он работает, и я очень рада, что в Казахстане настолько громко обсуждалась эта тема, я понимаю брата Салтанат, почему он привлекал СМИ, почему он участвовал во многих там интервью и так далее, это было сделано не для пиара, но для того, чтобы наоборот, как можно громче об этом говорить, чтобы дело не замяли, и чтобы действительно посадили того человека, который совершил пиар. и я поражаюсь просто тем, кто как-то его оправдывает, кто винит Салтанат за то, что она не ушла. Многие люди, наверное, не понимают, что такое настоящий объект, насколько это опасно, и насколько сложно выйти из таких отношений. Я надеюсь, что это будет таким очень плачевным уроком для всего общества русскоязычного, и что все больше и больше будут говорить на эту тему, не замалчивать, не заметать куда-то под диван, потому что это может спасти кому-то жизнь. Девочки, берегите себя, и я постараюсь узнать какие-то номера, и оставить это все в инфобоксе. Господи, у нас сегодня какой-то проходной дом, я тут на такие серьезные темы пытаюсь говорить. У нас какой-то там дверь за дверью. Позвольте мне сказать последнее уже на эту тему. В Польше раньше было так, что когда кто-то скандалит за стенкой, то все типа «моя хата с краю, я ничего не знаю», да? Сейчас это меняется, и даже если кто-то слышит о скандале, о том, что кто-то там кого-то буквально убил за дверью, там за стеной, можно анонимно вызвать полицию, или анонимно пожаловаться в социальные органы, что там в семье творится насилие. И опять же, если ты знал и ничего не сделал, никого не оповестил, если в школе, например, видят, что с ребенком что-то происходит, если видят, то тоже школа обязана оповестить социальная служба. Даже когда я после аварии попала в больницу, легла на операцию, это так прозвучало, просто за несколько дней до моей операции я попала в аварию, у меня были огромные синяки, прям такие гематомы конкретные на ногах. Каждый, кто заходил там на осмотр, или менялась медсестра, все задавали вопросы, что это? Это по-моему? То есть они обязаны обязательно оповестить полицию или кого-то, если видят синяки непонятного происхождения. Иногда могут дать даже подписать документы, где ты объясняешь, что такое, что с тобой, потому что таким образом люди, ну как-то знаете, не абстрагируются от того, что происходит с другим человеком и в каком-то плане тоже снимают с себя ответственность. Огромное количество вопросов по поводу переезда. Мы не планируем переезжать в другую страну. Мне нравится в Польше. Польшу я очень многое люблю. И как бы странно это ни звучало, но все же одну треть своей жизни, не только сознательной, вообще в целом, я провела в Польше. И своим домом я считаю Польшу. То есть, да, я родом из Украины, но я настолько ассимилировала здесь и пустила корни, и здесь мне все ясно. Я знаю, куда идти, к кому обращаться, если что-то надо. Ну, вот вся твоя жизнь, моя конкретно, да, моя завязана здесь. И поэтому еще раз переезжать в какую-то страну, разве что в этом будет острая необходимость, или там, например, мужу по работе нужно будет переехать, но тогда мы будем решать, что и как. Если вы меня спросите, где я хотела бы жить, в Польше, то это была бы Варшава. Мне там так кайфово, там совершенно другая атмосфера. Краков это, конечно, старинный город, здесь много туристов, такая более расслабленная атмосфера. Хотя мне всегда казалось, что в Варшаве все бегут, куда-то спешат, все такие заработанные, но это не совсем так. Может быть, я была там мало времени, не знаю, но мне было бы интересно там попробовать пожить. У меня муж не переносит Варшаву. И пока что таких планов нет, в первую очередь из-за детей, потому что здесь школа. Мужу все равно откуда работать, и он иногда поговаривает, что давай переедем там на несколько месяцев куда-то там, например, в Азию пожить, или еще куда-то. Но я как подумаю, что это с детьми, школа. Одно дело на каникулах, но совсем другое, когда это учебный год. Потом или догонять, или онлайн. Ну, пока что у меня на это нет силы. Я говорю, подожди, у нас есть им отпуск. Я такие варианты не рассматриваю. А вот Варшава меня привлекает. Мне как-то там очень нравится. Мне нравится все больше, чем в Кракетах. И не потому, что у меня подружка туда переехала. Муж даже подшучивает надо мной по этому поводу. Ну, у меня зато всегда есть повод туда поехать, к моей близкой подруге. Ой, вы у меня спрашивали тут, расскажите о своей Насте, о том, как мы познакомились. Сейчас где-то заскринила этот вопрос, но потеряла. В общем, такой вопрос был. Мы с ней познакомились благодаря Ютубу. И я, по-моему, когда Тараса это рассказывала, она комментировала мои видео. И очень многих из вас узнаю по аватаркам и никнеймам, не поверите. И потом она задала мне более личный вопрос, там по поводу замужества, как это оформить в Польше. И мне так долго было писать комментарии, я тогда была у мамы в Украине с детьми. И говорю, вот тебе мой номер, давай спишемся как-то в Вайбере, что ли. И тогда был Вайбер популярен. И мы с ней как созвонились, так и часа полтора, наверное, пролетело. Потом я вернулась в Польшу. Она сказала, что работаю там в центре. Будешь в центре, набирай. Тут я с Игнатом поехала, Игнату было 4 месяца, позвонила ей, сейчас буду, у тебя есть свободное время, давай на кофе. И я прям сразу почувствовала, что это моя родная душа, мой родной человечек. И если бы не Ютуб, то у меня в жизни не было бы Насти. И она одна из самых добрых, искренних, такие, знаете, чисто душой и человечных людей, которых я когда-либо встречала в своей жизни. Да, меня окружают хорошие подружки, близкие, знакомые, но вот таких людей, которым я могла бы доверять, не так много. И я знаю, что у нее никогда нет каких-то корыстных целей по отношению ко мне. И я знаю, что она меня там не осудит. Я очень надеюсь на то, что у нее хотя бы приблизительно такое же мнение обо мне, как у меня о ней. мы разные с одной стороны, но у меня, может быть, не всегда хватает времени на то, чтобы часто и много общаться. Да, и она тоже занята, но она так много сил посвящает всяким там деталям. Я иногда пытаюсь ее ограждать от какой-то информации, чтобы ее не травмировать чем-то. Вот, ну, мы и разные, но мне кажется, мы здорово друг друга дополняем. Очень многих интересует тайм-менеджмент. Почему-то многие считают, что если ты не работаешь в офисе, то ты не работаешь в офисе, плюс блогинг, девочки, это тоже работа. Если вам кажется иначе, можете попробовать. Блогеры достаточно хорошо заработают, даже в современных реалиях, поэтому, если вам кажется, что так просто и так легко заработать на этом деньги, то почему тогда не бросить работу и не попробовать вести свой канал, при этом оставаться актуально, еще попробуйте на этом заработать. Это, с одной стороны, не так сложно, как, например, работать физически, да, или быть доктором, там, работать даже врачом, скорой помощи. Это ни в коем случае не сравнимо, но это тоже нужно уметь, нужно знать, какие есть способы. Это не только монетизация на YouTube. И не нужно обесценивать то, что делают другие. Я не утверждаю, что блогинг важнее, там, работы учителей, преподавателей в университете или уж тем более докторов и так далее. Нет, каждый занимается тем, что любит, что хочет, что необходимо делать. Но для меня и эта работа тоже в удовольствие. Я всегда расставляю приоритеты, то, что мне нужно сделать и от чего я вообще никак не могу отвертеться. Например, там, визиту врача. Ну, тут вообще, что бы ни происходило в жизни, я могу не поесть, я могу не краситься, я могу даже не выгулять собаку, а оставить ее на террасе. Ничего страшного не произойдет, если она сделает свои дела на газоне. Я, конечно же, поеду к врачу. Сейчас мы готовимся к причастию, но все в рамках разумного. То есть, если у меня есть другие срочные дела, то я не поеду там что-то заказывать или какие-то документы готовить. Вот мне нужно съездить в костел за документами и постоянно что-то. То это, то пятое, другое. Я никак не могу доехать, но это тоже вот у меня есть дедлайн, до когда мне нужно это все собрать. К счастью, я могу сама как-то организовывать свой график, и поэтому утром я могу и приготовить что-то детям на завтрак, на полник в школу они берут с собой. Я наношу только уход, дальше я гуляю с собакой, могу поехать на тренировку несколько раз в неделю или сейчас на реабилитацию. Потом я приезжаю и чаще всего что-то снимаю. Обычно я заканчиваю свой съемочный день или я могу целыми днями монтировать тоже, но часам, наверное, к четырем максимум я заканчиваю. Там или покупка каких-то продуктов, или готовлю какой-то ужин. Дети приезжают, ужинают, потом я везу их на тренировку или муж везет. Ну, в общем, как-то так меняемся. Вечером мы проводим время уже вместе. И еще в одиннадцать могу погладить что-то. Если я не успела что-то домонтировать или что-то сделать по работе, поотвечать на имейлы, я могу это делать поздно вечером. Но вообще у меня все имейлы, все четыре штуки подвязаны под мой телефон, поэтому я всегда на связи и могу что-то сделать. У меня очень часто с собой компьютер, поэтому я ведь могу что-то сделать, открыв ноутбук, и на этом все. У меня нет нормированного графика дня, ну, то есть рабочего дня. Я могу в один день сделать очень много, но во второй день не делать ничего. И то же самое у моего мужа. Мы можем две недели быть в отпуске, но при этом он мудряется работать. Или он там, у него была командировка две недели, при этом он успел и отдохнуть, и все это время еще и работало, какие-то бизнес-встречи. Лично у меня все держится только на приоритетности задачи, и я не виню, не корю себя. Если я что-то не успела, чего-то не сделала, или дома не убрано, ничего страшного, это тоже можно пережить. И пусть только кто-то попробует меня в этом упрекнуть, и ткнуть меня носом, что где-то что-то там не вылизано, при том, что я столько всего сделала в связи с детьми, с Думом, с собакой. Я при этом работала целый день, и пусть только попробуют вякнуть, что где-то там что-то не помыто, или грязные окна. Сначала я переживала и пыталась угодить, а потом я сказала, тебе надо это, ты это видишь, то изми тряпку и вытирай. Но это как пример только, что я не одна тут должна всем заниматься. И вы знаете, это работает. Какая ваша самая необычная мечта? Наверное, я вас сейчас шокирую, но я хотела бы научиться играть на барабанах. У меня, кстати, брат очень круто играет на барабанах, у них даже раньше была своя группа, потом он это как-то забросил, и даже, по-моему, продал всю свою вот эту барабанную установку, которая занимала чуть ли не всю комнату. У меня неплохой слух и чувство такта. Мне было бы как минимум интересно это попробовать. И почему-то именно барабаны меня привлекают. Не гитара, не пианино, а барабаны, вот мне кажется, что это такой заряд эндорфинов, это вообще чуть ли не кардио-тренировка на все тело. И самое крутое это то, что это драйв. Вот барабаны, что ни говорите, но они задают определенный характер любой музыки. И я очень люблю и слушать барабаны, и смотреть на тех, кто играет. И почему-то мне хотелось бы как минимум попробовать это. Была ли у вас хоть когда-либо мысль о разводе? Вообще развод, развод, развод вам интересен? Я об этом говорила и раньше. Конечно, была. Развода я не боюсь. Есть моменты, которые не просто меня не устраивают, а которые я не готова терпеть, не во имя чего. Вот вообще терпеть в отношениях, это для меня недопустимо. И есть какие-то границы, которые переходить в отношениях нельзя. Если это произойдет, я готова развернуться и уйти. И я честно вам говорю, что никакой трагедии в разводе я не вижу. Миллионы людей разводятся и прожигать свою жизнь. Как я сказала, кого-то терпеть, при том, что я очень много иду на компромисс, я очень много о чем молчу, я готова не терпеть, а просто смириться, что человек такой, я такая, я готова принимать. Но терпеть какое-то отношение к себе и делать что-то в угоду кому-то, при этом постоянно подавляя себя, если с моим мнением не будут считаться. Я не говорю, что все должно быть по-моему, но всегда должен быть какой-то баланс. И если этого баланса нет, если нет диалога, компромисса, если нет взаимопонимания и доверия, все. Ну, то есть я не готова тянуть не ради детей и не ради чего имущества. Я вам честно говорю, что однозначно нет. Спасибо и до свидания. Ваш опыт с Акитой не жалеете, что взяли второй раз? Нет, ни в коем случае не жалею. Акита – это сложная порода. Я до сих пор поражаюсь тому, что мы справились и с первой Акитой, и со второй пока что тоже все окей. Все-таки ей уже больше двух лет, и мне кажется, главный период воспитания мы прошли успешно. При том, что у нас никогда не было собаки, я понимала, что за порода, и я занималась воспитанием Юки, о боже, Юки, Мики. Мика умерла из-за врожденных патологий, я рассказывала вам эту печальную историю, если бы муж второй раз не привез собаку, я никогда бы не решилась на домашнего питомца. Я очень болезненно пережила еще и то, что Мика умерла, этот проклятый 2022 год. У меня еще и бабушка тогда умерла, но это была жесть. Я вам говорю, еще и 2023. И Юки оказалась для меня такой большой радостью. Я уже знала, что с ней делать, когда она у нас появилась. И я очень боялась того, что у нас не было каких-то особых вспышек агрессии, и не было каких-то проблем в воспитании Мики. Я уже начала задумываться, может, она такая, потому что она болела. Но Юки у нас еще добрее. Она, конечно, более активная, потому что она здоровая, она более игривая, и она чуть более даже ласковая. Они и похожи по характеру, но все-таки разные. И у Касси наша такая больше хитрулька, и она меньше сама себе на уме, чем Мика. Мика, вот если что-то задумала, то пиши пропала. Никакие вкусняшки, если там она не на поводке, видела другую собаку, все. Она бежит к ней, и меня она еще слушалась, наверное, в 90 случаях. А Томика она практически не слушалась. Она его побаивалась. Но даже если она сбегала от него, она могла даже сорваться с поводка или выскочить из-за шейника. То есть жалко было, туго затягивает. Но, в общем, были разные ситуации. Она возвращалась домой, и Томик открывал дверь, ну, заходи. И она не заходила, потому что он ее один раз отчитал. Она вернулась, он ее вычитал за это, и она запомнила все. И Томик кричал, иди забери свою собаку. Она даже домой не хочет заходить. Юки у нас не сбегает, она слушается. У нее, знаете, есть такой пунктик, она злопамятная. Если ее кто-то обидел, все, это на всю жизнь. Вот она была щенком, и были собаки, которые агрессивно на нее реагировали, их тут несколько на районе, которые там на нее кидались просто вот с агрессией. Не только гавкали, а вот именно агрессивно к ней. Одна собака ее даже цапнула, которая должна была быть ласковой, чтобы они познакомились, они обнюхивали друг друга, и собака ее так укусила, когда она была щенком. Не сильно там, не до крови, но тем не менее, она это запомнила, и теперь, не дай бог, встретить вот этих собак. И нужно уловить эти доли секунды, когда ты перещелкиваешь ее внимание, там, юки, чтобы поймать вот этот контакт взруковый, зрительный контакт, чтобы она фокусировалась на тебе, и ты ей говоришь, оставь, 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 идем, оставь, и все, она проходит, то есть она не кидается на другую собаку. Но если ты упустил эти доли секунды, то, конечно, она тоже может гавкать, и потом ее оттянуть, но это то еще удовольствие, поэтому прогулка с акитой, это тоже контакт с ней своеобразный, то есть чтобы она не отвлекалась сильно, да, и чтобы она слушалась вас. Акита это настоящий компаньон, она не может без человека, она одичает, если ее там посадить в будку, а уж тем более в вольер, или там на цепь, это для меня недопустимо, это полноценный член семьи, пусть пушистый, четырехлапый, но она живет с нами в доме, и мне очень нравится, сама еды мы с Томаком обсуждали, вероятность того, что мы возьмем вторую собаку, подружку для нашей Акиты, но я побаиваюсь, что может быть не контакт, я хотела бы познакомиться с какими-то самоедами, у нас была Мика, я ходила на тренировки, и там был самоед, и это тоже расы первотные, они похожи даже по характеру чем-то, и они хорошо ладили, но я просто не знаю, если мы привезем щенка, и Юки его не примет, хотя к нам приходили разные там породы, то есть приходили знакомые со своими питомцами, все было окей, никогда не было такого, чтобы она кого-то не пустила домой, но при этом она может и охранять дом, вот, и я, вот знаете, если возьмешь самоеда, то уже берешь на себя ответственность, любую собаку, даже дворняжку, а что если они не поладят, тогда как, как быть, что его отдать, это же не вещь, типа, тумбочка не подошла, и у меня вот это какая-то моральная дилемма, что в таком случае, я очень сильно привязываюсь к людям, к животным, не к вещам, вот к живым истотам, к живым существам, и мне очень сложно, то есть если я еще беру на себя ответственность, и чтобы я от этого отказалась, то не-не-не-не, у меня даже гиперответственность, можно сказать, так что пока что мы думаем, не исключаем такую возможность, но это должно быть сильно взвешенное решение, а не просто, типа, нам захотелось. Какие косметологические процедуры планируешь делать летом? Лето вообще не самый лучший период, чтобы делать что-то такое, знаете, конкретное, типа там пилинги, я сто лет тому назад была на чистках, слава богу, сейчас нет какой-то острой необходимости, я вообще была у дерматолога пару дней тому назад, и все хорошо, все нормально. Так, я бы хотела сделать себе Hydro Facial, это очень классная процедура для увлажнения, для сияния кожи, но посмотрю еще. Пока что я стараюсь закончить работу над защитным барьером, над чувствительностью кожи, и хотела бы попробовать еще раз поставить ботокс. Сейчас у меня вообще ничего нет во лбу, я вам рассказывала о своем неудачном опыте, но я хотела бы сделать межбровку, хотя она у меня не слишком активная, я как-то себя, наверное, приучила лишний раз не дергать лбом, но мне хотелось бы чуть-чуть приподнять брови, и у меня уже есть доктор именно, которая делает еще и разные косметологические процедуры, но она не делает масочки, она, знаете, по-серьезному, все остальное делают все, кто работает в ее команде, и она как-то по своей технике колет ботокс, межбровку именно, что благодаря этому приподнимаются брови и слегка открывается взгляд, но супер натурально, это такой бэби ботокс, как она это говорит, это то, что мне хотелось получить в первый раз, но вышло не очень-то и удачно. Я подумаю, может быть сделаю ближе к осени, и, конечно, я хотела бы отправиться еще в Закопаны, там тот лазарь, который нужен мне, для того, чтобы окончательно справиться с сосудом, который, к сожалению, после нескольких процедур здесь, в Кракове, наверное, лазарь был не очень мощный, или мне его недостаточно возвращалось, поэтому хотелось бы закрыть этот сосуд, и чтобы не было красного пятнышка под глазом, но это не так, что оно мне мешает, там, знаете, я не могу с этим спать. Так, я сейчас стараюсь регулярно делать себе микротоки, или New Face, или Foreo Bear, неплохо было бы походить на курс RF лифтинга, и также планирую начать курс массажей, массажей кобида, хотя бы там раз в три недели, или раз в месяц делать, это не так часто, но массаж лица, если мне понравится массажист, и он недалеко, это будет бинго. Оля, научите финансовой грамотности, поделитесь, как копить, тратить, экономить. Даже когда я зарабатывала мало, я все равно умудрялась отложить. Я приблизительно знаю, сколько мне нужно в месяц, на что я просто обязана, кровь с носа, заработает. Также я имею в виду то, что мы поедем отдыхать, у нас будут затраты пополам, какие-то большие траты, типа, замечательная идея, поставить солнечные батареи, это тоже пополам. Еще какие-то там траты. Ну, конечно, если бы у меня не было денег на операцию, например, мне бы проспонсировал ее муж. Но я имела это в виду, и тоже откладывала. И я никогда не трачу больше, чем я зарабатываю. Я стараюсь тратить меньше, чтобы отложить. Если я вижу, что этот месяц был плохой, у меня все-таки нестабильный заработок, и он зависит от того, какой сезон, сколько у меня работы, сколько у меня проектов и так далее. Поэтому, когда я вижу, например, что этот месяц хороший, но в следующем месяце у меня много каких-то дел, связанных, скажем, с семьей, я могу себе позволить немножко расслабиться, но при этом я уже буду тратить меньше. То есть, я себя где-то там ограничиваю. Не покупаю сейчас вещи, которые могу себе позволить, но я не вижу в этом острой необходимости. Я могла бы себе купить там сумку Шанель, вообще завтра. Но могу ли я без нее прожить? Изменит ли что-то это в моей жизни? Могу прожить, и ничего не изменит. И если прям сильно что-то хочу, тогда, может быть, приурочу это к какому-то празднику. У меня нет. Знаете, определенной финансовой грамотности, но я человек, который привык откладывать и копить на всякий случай, на черный день. Это связано с детьми. И также иногда переживаю за маму. Все-таки, ну как, не иногда, я не каждый день об этом думаю, но имею это в виду, что мама все-таки у меня не молодеет с каждым годом. Я не знаю, как там будут складываться обстоятельства, что, возможно, я буду вынуждена помогать. Муж у меня с удовольствием жил бы с месяца на месяц, поэтому я, при том, сколько я всего вам показываю, сколько я всего вам покупаю, я постоянно, вот Антон, подожди, нет, нельзя так, нужно копить. Ну, хотя бы, знаете, чтобы в конце месяца, не дай бог что, потом не выйти, что делать. Поэтому я у нас в семье этот хомяк, который привык откладывать. Но это, наверное, как-то так с детства. Плюс, если хочешь откладывать и больше себе позволять при этом, то нужно больше работать, искать разные способы заработка. Как выглядеть хорошо, каждый день. Хочется быть такой ухоженной, как вы. Девочки, поверьте мне, я не всегда, там, не знаю, с помытой головой, с укладкой, при полном макияже. Если вы меня встретите утром, я буду выглядеть, не знаю кто, потому что это, знаете, быстро собраться, умыться, нанести уход. Но при этом, я не всегда могу успеть, там, помыть голову, например. Я в спортивном костюме, ну, я выгляжу более-менее опрятно, но это не та картинка, которую вы сейчас наблюдаете. Я спокойно к этому отношусь. Я не заставляю себя выглядеть каждый день, как с иголочки. И это нормально. И мне даже жалко тратить на это время. Если я не снимаю видео, если у меня нет желания краситься, я могу даже в гости пойти, или с минимальным макияжем, или без макияжа вовсе. Но вот если я хожу там с грязной головой, всё, даже я была после операции, я не могла дождаться, когда я помою голову. Для меня это, ну, самая там, знаете, чистая одежда, чистая голова, и мне уже окей. Не равняйтесь на какую-то инстаграмную картинку, где все просто как идеальные люди из журнала. Мы все живые, и это нормально. И у меня тоже бывают такие дни, когда я не успеваю там как-то примарафетиться. Иногда мне просто не хочется. У меня вот есть желание тупо лежать целый день, там, не знаю, щелкать на компьютере, и мне вообще все равно, как я выгляжу. Вот. И, наверное, я трачу меньше времени на всю эту красоту, бьюти и макияжа, чем вы себе представляете. Расскажите, пожалуйста, про свои принципы питания. Как относитесь к сладкому? Про принципы питания я не буду умничать, потому что мне самой есть что корректировать. Мало того, я хотела бы скинуть несколько килограммов. Я уже упоминала о том, что я не могла заниматься активно спортом, и, ну вот, качество тела мне хотелось бы чуть-чуть улучшить. Плюс я вижу, что за последние годы у меня там, наверное, пара-тройка лишних килограммов от того веса, в котором мне комфортно. Я до сих пор помещаюсь там в одежду, все нормально. Но мне хотелось бы чувствовать себя более легкой. Вот кто-то может сказать, что и так все нормально, а мне было бы комфортно там минус 2-3 килограмма, было бы вообще шикарно. Посмотрим, насколько у меня это получится. Я точно уверена в том, что в помощь мне нутрициолог, возможно, диетолог, и также более подвижный образ жизни, чем сейчас. Ну, то есть, я много хожу, сейчас временно нет, но вот прям кардио мне нужно добавить. Видите, добавила кардио, теперь сижу с ногой снова. Есть в школе дети другой веры или не религиозные, они тоже должны ходить на уроки религии. Нет, без проблем можно написать отказ, и никто не предъявляет никаких претензий. Ни к родителям, ни к детям. Вообще нет такой повестки. У нас даже не обсуждалось, почему кто-то идет на причастие, а кто-то нет. Всего несколько человек из 20 не идут на причастие. То, что я показывала вам в прошлом влоге, конечно же, это мои сборы. Я не была в костеле, потому что я была у врача. То есть, я освещала все как бы больше со светской стороны. Я согласна, но вся религиозная часть остается по стороне ребенка, родителей, крестных и за кадром. Религия, это приблизительно как политика, она всегда вызывает споры, поэтому я сознательно где-то не особо освещаю эту тему. Сейчас мы готовимся к причастию Игната уже длительное время и это не только рестораны и его наряд, и мамы мой в частности. Скоро будет исповедь и я надеюсь, что моя мама сможет приехать на это торжественное событие в жизни ребенка. И я не хочу это освещать, но это как бы более подробно, чем есть сейчас. Это мое решение и ваши дети, это ваши дети. В школе есть нерелигиозные дети и все окей, все нормально. Довольны ли вы частной школой? В целом, да, потому что вот особенно начальная школа, у них высокий уровень образования, очень много дополнительных занятий, классный уровень английского. У Захара сейчас будет первый этап, экзаменационный этап в рамках сертификата Кембридж, вот в мае у него первый экзамен, и он свободно себя чувствует за границей, он разговаривает, он понимает иностранцев, причем из разных стран, у нас вот и были гости недавно, он ведет прям диалог без каких-либо но. Игнат очень часто смущается еще, боится где-то ошибиться, но многое тоже понимает и пишут, смотрят какие-то там фильмы, и когда играют, они тоже там по PlayStation, иногда переговариваются с детьми из других стран, слышу, что Игнат нормально тоже говорит, но все-таки он помладше, поэтому мне проще рассуждать с точки зрения Захара, Захар у нас тоже такой интеллектуал, он очень быстро все схватывает на лету, у него домашка там за 3 секунды сделана, и учится он хорошо, домашние задания, проверяю ошибок у него, ну, очень мало, крайне редко встречаются Игнат, у нас более активный и спортивный парень, хотя успеваемость у него тоже хорошая в школе, что меня немножечко пугает, наверное, и смущает, это то, что в школе с 5 класса там меняются учителя и говорят, что в нашей школе очень слабый уровень математики, что родители пытались делать все возможное, чтобы оказать какое-то влияние на учителя, на учителя, на директора, чтобы учителя поменяли, все эти попытки не увенчались успехом, и если так и дела пойдут дальше, то потом при экзаменах в 8 классе это может иметь огромное значение, поэтому или нанимать репетитора, или пока что не знаю, что. Будем смотреть по обстоятельствам, но вообще многие забирают детей, особенно вот со 2 класса, куда ходит Игнат, забирают детей, переводят в государственные школы, у всех разные поводы, почему кто-то из финансовых соображений, кто-то просто хочет, чтобы уровень математики был другим, хотя мне кажется, что в государственной школе очень многое зависит именно от учителя, просто как повезет, если будет такой же слабый, то без дополнительных не обойдется, с класса Захара наверное один только ученик уходит, но чем больше детей заберут со школы для нас, для тех, кто остается, это значит, что цены пойдут и вверх, что не очень приятно, и мы, конечно, рассматриваем разные варианты, вот, например, в 7 классе в нашей школе трое учеников, и все равно его не ликвидируют, то есть это буквально индивидуальное обучение, но все-таки это какая-то социальная группа там, да, но возраст для детей 3 человека это как-то маловато немного, мы будем смотреть, пока что узнаем, какие есть школы, на другие частные тоже многие жалуются, там вообще ни разу не дешевле, а если дети будут ходить в государственную, мне придется возить их на всевозможные дополнительные, это как минимум английские, те предметы, с которыми они не будут справляться, английский, ну я могла бы их учить, но поверьте мне, учить своих детей это не очень хорошая затея, и если они будут возвращаться со школой в 12, то они тут будут сходить с ума, я не знаю, придется мне съезжать куда-то в офис, что тоже с финансовой стороны не очень хорошо, потому что уж лучше платить эти деньги за школу, чем за офис и вот это вот все, а в рамках продленки в нашей школе у них клубы по интересам, очень много спортивных секций, из которых они не хотят выходить, и говорят, мама, не забирай меня раньше 5 часов, им все удовольствие, у них там и клуб огородник, они выращивают там всякое разное, это помимо баскетбола, волейбола, футбола, в школе, у них и бассейн, и театр, вообще школа классная, я довольна, и пока у нас будет финансовая возможность, не будет каких-то больших пробелов в обучении, я не вижу смысла забирать, тут правда многие учителя супер классные, программа у них хорошая, ну на всякий случай узнаем, потому что те школы, которые нам нравятся, не районные, прям достойные, туда огромная очередь, и туда еще не так просто попасть, очень классный вопрос, что важнее быть красивой, умной, или богатой, девочки, здоровой, потому что когда у тебя нет здоровья, то у тебя не особо есть, или давайте так, меньше возможностей и вариантов заработка, да, и сил на это, если ты нездоровая, но при этом очень красивая, то ты уже и красоте, мне кажется, не радуешься, и может это страшно прозвучит, но кому ты будешь нужна, больная, но красивая, умная, да, умная тоже быть хорошо, и мне кажется, что это все в совокупности, нельзя так делить людей по категориям, кто-то только умный, только красивый, у всех есть свои преимущества, и нельзя сказать, что кто-то вообще некрасивый, у каждого человека можно найти что-то красивое, красивая душа, красивые волосы, красивые глаза, иногда даже не форма глаза, цвет глаз такой, что ты не можешь оторвать взгляд от этого человека, и при этом у него там вообще не объемные волосы, не ухоженные какие-то, но эти глаза настолько как магнетические, да, или у него такая харизма, что, ну вот, ты не можешь сказать, человек красивый или нет, тебе все равно, потому что от него такая харизма, что тебя как магнитом тянет к нему, есть девушки очень красивые, но настолько примитивные, что даже это не помогает, ты смотришь как на красивую картинку, и тебе все равно, ну то есть никаких эмоций, тебе не интересно с этим человеком, и кому что нужно, а кто-то очень умный, с красивыми глазами, и так далее, ну, мне кажется, однозначного ответа нет, помимо того, что здоровый. Ну и, пожалуй, последний вопрос на сегодня, самый сложный для меня, как вы справляетесь со стрессом, и все вопросы в таком стиле? Это, наверное, то, чего я достаточно долго избегала, но все к этому шло в моем случае еще до 2022 года. Были определенные обстоятельства, которые, знаете, висели над тобой как туча, я не совсем понимала, что происходит, и, наверное, мой личный кризис 2023 года был просто неизбежен. И в 2022 я как-то еще справлялась, а в 2023, когда у меня начало отнимать руки, мне было очень сложно дышать, тогда я еще не понимала, что это такие легкие панические атаки. В общем, я, с одной стороны, была настолько слабая, чтобы самой справиться, но настолько же сильной, чтобы осознать размер этой проблемы и обратиться к специалисту. Я пошла к психотерапевту, и мне диагностировали расстройство адаптации. То есть это был момент, который меня просто добил в 2023 году. Это было очень серьезное потрясение личного характера. и я поняла, что я не то, что не вывожу, я поняла, что это предвестник чего-то очень нехорошего. Если ничего не делает с расстройством адаптации, то оно может перерасти в тревожное расстройство, также в депрессию. И помимо каких-то психосоматических синдромов у меня еще и появилась дикая апатия ко многому из того, что я делала. И здесь, на Ютубе, и в Инстаграме, конечно, это не связано только с тем, что было у меня лично, опять же, в 2023 году. Это совокупность разных факторов. Это не только война, которая началась в 2022 году. И не только давление общества, не только какие-то ожидания, которые я вообще ни физически, ни психологически не могла оправдать. И очень много оскорблений, негативов в тву адрес. Ты просто в какой-то момент становишься помойным ведром, куда все сливают свой негатив. Конечно, у меня очень много адекватных зрителей, которые очень ждут моих видео. Но на тот момент, девочки, в 2023 году я реально думала, что я из этого никогда не выгребусь. И когда у меня случилась первая такая настоящая паническая атака, это очень-очень страшно. Знаете, для кого-то это выражение паническая атака или слово депрессии, это просто типа «А, проснулась в плохом настроении, ни хера не хочет делать» и жалуется. Меня не лечили лекарствами, мне не диагностировали депрессию, но пока в твоей жизни присутствует стрессовый фактор, к сожалению, справиться с расстройством адаптации достаточно сложно. А если еще и появляются какие-то, знаете, стрессы, ты их воспринимаешь с такой тревогой, с гораздо больше, чем это было бы в твоем нормальном, не настолько уязвимом психологическом состоянии, в котором находилась я. Поэтому я все гораздо серьезнее воспринимаю, и ты как будто возвращаешься постоянно в исходную точку. И, наверное, было несколько моментов в 2023 году, которые возвращали меня снова к тому же и все это более-менее устаканилось в январе 2024 года. Но паническая атака, которую я пережила, это, знаете, настолько страшно, что даже не хочется вспоминать, потому что это ощущение того, что ты умираешь просто, тебе не хватает воздуха, у тебя не имеют руки, ноги, такое впечатление, что ты сейчас потеряешь сознание. Причем никаких таких вот явных причин на то нет. Ты как будто сам погружаешься в это состояние, ты сам себя накручиваешь. То есть был какой-то легкий страх, ну, какое-то волнение, скажем, да, и оно как снежный ком накапливается и перерастает в такую тревогу, от которой тебе кажется, что ты сейчас умрешь. У тебя выскакивает сердце, у тебя повышается давление. И такой ком в горле, что ты не понимаешь, тебя тошнит, или ты уже задыхаешься. И когда мне сказали, что у меня паническая атака на фоне нервного истощения, я начала тоже разбираться в этой теме, я проходила достаточно много обследований, я продолжала работать с психотерапевтом, но очень многие мои, скажем так, неприятности, проблемы со здоровьем тоже связаны с психосоматикой. Мне обязательно нужно ограждать себя от каких-то стрессовых факторов, хотя бы то, на что я могу повлиять. И сейчас, на данный момент, эти панические атаки не случаются часто. У меня была одна очень жесткая, я очень сильно испугалась. И когда еще начали узнавать, да, доктора, что со мной, это было тоже после операции. И, конечно, наракоз влияет на центральную нервную систему, и это было мне только в минус. Но у меня осталась до сих пор апатия к Инстаграму почему-то. мне не хочется выкладывать то, что я снимала. У меня огромное количество красивых фотографий. Мне как будто бы перестало хотеться делиться частью своей жизни. Как будто остался вот этот страх и осознание того, что есть люди, которые могут меня очень сильно тревожить. то есть есть триггерные, скажем, темы, все вот эти модные слова, девочки, но это действительно есть. То есть когда тебе, твоей семье, твоим детям желают смерти, жаждут расправиться с тобой или в агрессивной какой-то манере принуждают тебя что-то делать, я понимаю, что где-то я сама даже не стремясь к этому стала инфлюенсером, блогером, достаточно популярным, но к тебе есть определенные требования, но я всего лишь человек и я не всегда могу как бы соответствовать требованиям общества, потому что у меня может не быть на это силы, может не быть психологической какой-то выдержки, энергии. И я как будто, знаете, закрылась в своей семейной ракушке, в своей личной, в которую мне не хочется пускать, в которую мне не хочется пускать людей, чтобы еще и здесь мне нагадили, чтобы еще и здесь мне сделали каким-то образом больно. И я не знаю, не знаю, когда это пройдет, с моего канала пропали какие-то рубрики, тоже не потому, что мне не хочется снимать, а как будто зачем кому это надо. И что касается Инстаграма, я пока что не знаю, я как будто потеряла смысл, зачем мне его развивать, зачем что-то делать. Но вот какая основная цель? Просто делиться частью своей жизни. Не знаю, как-то YouTube мне вроде как и ближе. Можно снимать что-то полезное, интересное, но почему-то меня как будто к этому не тянет. что касается YouTube, я не говорю, что там я прощаюсь, я собираюсь уходить. Это отголоски того, что со мной было. Стресс это ужасная штука и он оказывает очень негативное воздействие вообще на организм, на ваше здоровье и может привести к серьезным болезням. Но почему-то каждый раз, когда я выкладываю что-то на YouTube или Instagram, у меня появляется вот это ощущение тревоги, что сейчас снова будут претензии, что сейчас снова что-то сделало не так, что снова был какой-то обстрел и я тут со своими помадами, что снова чуму на украинскую, почему это то пятое-десятое, ты как будто пытаешься выкарабкиваться из своего состояния, ты ползешь на край этого стакана, тебе обратно-обратно-обратно. Я стараюсь от этого абстрагироваться, но опять же, когда у тебя какие-то серьезные в жизни личные проблемы, неизбежные, я понимала, что по-другому быть не может, я никак не могла повлиять на то, чтобы это изменить, остановить, вот, восстановила так, как смогла, с огромным ущербом для своего здоровья, психологического состояния, и все то, что для нормального человека вот такая чепуха и мелочь, возьми и заблокируй, этого идиота, да, ты гораздо острее это воспринимаешь, и, конечно, я верю в то, что я справлюсь, и я считаю себя сильной, потому что я обратилась за помощью, и вот если вы чувствуете, что вы не вывозите, идите к специалисту, на ютюбе огромное количество тоже роликов на разные темы, можете, если нет возможности посетить специалисты, хотя бы послушайте их, может, какие-то советы, как справляться там со всем этим, потому что я поняла, что мои техники там, типа отвлечься, прогуляться, подышать свежим воздухом, они не всегда работают, и нужны какие-то подсказки специалиста, чтобы как-то совладать со своим ощущением тревоги, и всё, что касается здоровья, тоже вызывает у меня сильный страх, ну, может, не панику, но достаточно близко к этому, чего-то серьёзного, да, то есть, когда я подвернула ногу, мне было дико больно, но не так, чтобы я там впала в какую-то истерику, но когда ты понимаешь, что может быть по-разному, ты не то, что тревожишься, ты просто накладываешь штаны, извините за выражение, ну и плюс мое расшатанное состояние перед этим, потом война, и вот всё то, что на меня вылили, и тоже ощущение того, что ты где-то не оправдал, чьи-то ожидания, ну не знаю, в общем, это сложная тема, неприятная для меня, но я тут вам не советчик, единственное, что я могу вам действительно посоветовать, это обращаться к специалистам, и это не то, что я сама себе придумала, не то, что я где-то там вычитала, и теперь бросаюсь за умными фразами, к сожалению, это то, что подтверждено на бумаге от специалиста, от психотерапевта, как бы плохо это не звучало, я сейчас не нахожусь там в лечении, в каком-то, ну то есть в терапии, я вынуждена была отложить ее на какое-то время, потому что было очень много вопросов по здоровью детей, и я была буквально привязана к дому, но сейчас тоже планирую возобновить визиты к психотерапевту, чтобы как-то бороться со своей апатией, это грустно и печально для меня, как для блогера, потому что социальные сети всегда давали мне так много вдохновения, какой-то радости, я всегда с таким удовольствием делилась, и сейчас мне как будто хочется закрыться, знаете, чтобы меня никто не трогал, я спокойно отношусь к хейтерам, там когда пишут, что ты толстая, кривая, косая, тупая, это меня не трогает, но есть какие-то темы, которые меня задевают за живое, и в совокупности с остальными факторами это просто too much, поэтому сейчас я достаточно сильно себя ограждаю, как есть. На этом у меня все, я надеюсь вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.